Казахстан поделился в Организации Объединенных Наций опытом репатриации своих граждан из зон конфликта и их реинтеграции в обществе. В штаб-квартире этой международной организации состоялся брифинг, который вызвал огромный резонанс. Казахстанская делегация во главе заместителя министра иностранных дел Ержаном Машигбаевым рассказала о гуманитарной акции ЖУСАН и противодействии терроризму. Подробности у Майры Абтрахмановой. Последовать примеру Казахстана призывают сегодня руководители контртеррористического управления Организации Объединенных Наций. Успешная гуманитарная акция по возвращению своих граждан из зон конфликта стала беспрецедентным событием и привлекла внимание мирового сообщества. О такой масштабной репатриации детей и женщин многие участники сегодняшнего брифинга никогда не слышали. Более 600 граждан Казахстана вернулись на родину из зон боевых действий. Тем временем десятки тысяч людей из 80 стран страдают и не могут вернуться домой. Казахстан безусловно является, по-моему, едва ли не первым государством, который провел такую масштабную операцию по возвращению своих граждан из зоны конфликта. И это неоспоримо. На сегодняшней встрече мы также хотели бы акцентировать ответственности других государств. Дело в том, что в лагерях для временно перемещенных лиц на территории конфликтных зон до сих пор находятся порядка 70 тысяч человек. И подавляющее большинство из них это женщины и дети. Были заданы вопросы практического плана о признании гражданства за детьми от смешанных браков, семей, рожденных от отцов из других государств. Это все очень чувствительные вопросы с точки зрения последующей реабилитации. Мы воздаем должное правительству Казахстана за такую уникальную операцию по возвращению их граждан и инициативу поделиться своим опытом с другими государствами, говорили участники брифинга. Среди них спецпредставитель генерального секретаря ООН по делам детей в вооруженных конфликтах Флорес Гаспар, старший советник детского фонда ЮНИСЕФ Таша Гил, начальник управления отделения ООН по борьбе с терроризмом Сивиль Алерзаева, руководители дипломатических миссий и эксперты. Они также отметили инициативу Казахстана по принятию Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, к которому присоединились 87 государств членов ООН. Казахстан был активно вовлечен в вопросы решения сирийского и иракского кризиса во время своего членства в Совете Безопасности ООН. И мы, конечно же, как страна, предоставившая платформу под астанинский процесс, очень активно вовлекались во все вопросы восстановления стабильности, как в Сирии, так и в Ираке. И очень было приятно видеть, что многие страны проникаются сегодня нашим опытом, проникаются нашим примером. И вот все организации, которые с нами активно работали, это и Красный Крест, это и ЮНИСЕФ, многие другие, и правительство стран Ирака, Сирии, США, России, все, кто Турции, которые нам помогали в этом процессе, они сегодня активные сторонники продолжения этого процесса. Майра Драхманова, Аринат Садыров, Хабар-24, Нью-Йорк, США.